Варвара Гладкая 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 неважно, портрет есть портрет. Вот, но, естественно, для таких людей довольно сложно организовать съемку, поэтому там есть всякие разные вводные данные. Некоторая проблема для того, чтобы эти портреты создавать. Вот, поэтому, в общем, это была первая, наверное, такая масштабная задача, как бы вообще научиться снимать эти портреты, как научиться их заказывать у фотографов, как найти фотографов, которые могут это делать, потому что к этому моменту в России было довольно много уже глянцевых изданий, был в общем их рассвет, я думаю, и очень много было фотографов, которые сейчас уже такие классики нашего российского пэшн, да, там, а тогда они как раз все поднимались, и многое здорово, что снимали, но это было совершенно другие герои, другая система работы, да, ну, глянцы все-таки все устроены иначе, и, в общем-то, мы не имели никаких примеров фотографов, с которыми можно было бы работать. Дело в том, что до Forbes я поработала несколько лет в журнале, в котором была несколько похожая задача, был такой журнал «Профиль», от него, тоже про бизнес и политику, от него отпочековался в какой-то момент журнал, который, по-моему, взялся «Формула карьеры», и там тоже, собственно говоря, была задача на том, что снимать портреты такого бизнесного контингента, поэтому, когда я пришла в Forbes, собственно говоря, я думаю, меня и выбрали из кандидатов на должность фоторедактора, потому что у меня было некоторое понимание вот этой сферы, да, и некоторые попытки уже снимать обложки с дядь, например, в костюмах, ну, и делать какие-то подобные съемки. Так вот, еще в этом журнале я уже обнаружила, что таких людей нет, кто это может снимать, да, то есть нам они были неизвестны. И вот в течение этих 13, там лет, сколько, по-моему, я 12, в Фарксе я работала, в общем-то, это была история про то, как найти, воспитать людей, которые это умеют делать. И сколько в итоге ты воспитала таких фотографов? Не считала? Ты знаешь, не, мне никогда не приходило в голову это считать, вот, но я испытываю большую радость, когда я вижу, что кто-то из этих людей преподает, читает свои лекции, я могу посмотреть какие-то, ну, иногда бывает, где-то видишь портфолио, да, в которых наши, там, в 10-летней давности, уже 15-летней давности картинки лежат, это круто. Поэтому, на самом деле, многих людей, значит, не только я воспитала, у нас была фотослужба, все мы на это работали, поэтому таких людей много. Я считаю, что в этом смысле Форбс сделал очень большую вещь для многих-многих ребят, которые сегодня уже такие статусные фотографы, собственно говоря, поставил задачу, к которой они все шли. Как это делать? И самое интересное, что, ну, как это обычно бывает, когда запускается какой-то иностранный журнал, всегда привносят его смотреть и, как бы, говорят, надо сделать так. И меня радует то, что и тогда, и сейчас, конечно, российский Форбс снимает интереснее и круче американского. Ну, как бы, интереснее, да, я бы сказала так. Но там не может быть уже в силу давности проекта, нет такого, может быть, старания, да, и желание сделать каждый раз как-то очень здорово. Вот. Но я совершенно точно могу сказать, что это интереснее, да, как-то это разнообразнее. Вот. Так что... Я хоть и не являюсь полноценным воспитанником вашей школы, но однажды тоже имел удовольствие снимать, и это был тот еще опыт. А напомни мне, кого ты снимал. Я помню, что один раз это было, а кого не помню. Да, это был, не знаю, он является миллиардером или нет, но это был Борис Титов. А-а-а, ты? В самый последний момент, когда уже все было готово для съемки, он оказался сниматься. Ага. Благодаря своим усилиям, благодаря помощи пишущих журналистов, Павер и Екатерина тогда со мной были, нам удалось все-таки убедить Бориса Титова, чтобы он хотя бы три минутки попозировал. А что, чем он это объяснял, своими большой занятостью? Ну, там были гости, это был прием, и, соответственно, ну, не было желания фотографироваться. Ага. Ну, это классика жанра, да. Я так понимаю, что по ходу у вас возникали уже какие-то способы, чтобы решать такие проблемы? Ну, понимаешь, такая проблема, она всегда, тут особенно на работах-то нет, понимаешь? Один раз то произошло, другой раз что-то другое. Вот, помнится уже на заре моей работы в Форбс небезызвестных всем прекрасного фотографа Машу Иону Грибину вообще взяли в заложники на одном заводе. Это была очень неприятная история, потому что по непонятным причинам там разразилась какая-то странная история. В общем, Машу не выпускали с этого завода, пока она не сдаст все, что она там сняла. Вот, и это была очень неприятная история, потому что и службу безопасности мы подключали уже и журналы, и компании. В общем, это была неприятная история, поэтому это я почему, что каждый раз все приходится решать заново. Вот, но основная история была, конечно, в том, что нужно было очень много тратить времени на договоренности до того, как съемка начинается. И, как бы, все фоторедакторы, которые когда-либо работали в Форбсе, они знали, что это часть их работы вести переговоры, внушения, объяснения, почему съемка важна, почему она должна длиться хоть какое-то приемлемое время, почему нужно договориться о том, в чем человек будет одет, где он будет сниматься, ну и так далее. Почему вообще нужно подходить к съемке серьезно? А что бы ты сказала в качестве рекомендации фотографу, которому может предстоить такая съемка или который планирует этим заниматься? Вот о чем ему в первую очередь нужно помнить? Вот ты задавал вопрос, мы с тобой когда обсуждали, что мы будем сегодня обсуждать, у тебя был вопрос что-то вроде как не бояться снимать крупных таких персон, да? Вот это как бы точка входа. Действительно нужно научиться не бояться снимать этих людей. Ну вообще есть некоторая проблема у портретистов очень часто, что это вот курьезная вещь, что портретисты очень часто социофобы, то есть им на самом деле очень сложно общаться с людьми и к ним приближаться. Может быть даже это такого типа люди иногда выбирают портретирование как какую-то для себя работ над собой. Вот, так с одной стороны значит как-то надо научиться не бояться людей вообще любых, а с другой стороны ну конечно там масштаб личности он немного пугает. И тут совет как бы простой, но сложно применимый. В принципе фотограф должен понять, что этот кадр нужен не ему, не только ему, да? То есть фотограф он что? Он как бы должен сделать свою работу, да? Если ему откажут в этом, ну что он потеряет? Самое худшее его, он не получит гонорар, да? Вот, в общем, ничего страшного, если тебе откажут в этой съемке, не произойдет в мировом масштабе, поэтому бояться как бы не нужно. Но, чтобы не бояться, вот это уже вопрос, да? То есть мне кажется, что ты должен просто идти с этим настроем, что это изображение человеку нужно не меньше, чем тебе. Потому что, когда фотограф приходит на съемку к такому персонажу, он начинает очень суетиться, стараться, знаете, не потревожить. Это вот как бы вещь, которая, она неправильна изначально как точка входа, потому что ты пришел для того, чтобы потревожить этого человека и сделать крутой портрет. И этот крутой портрет нужен этому человеку не меньше тебя. более того, это всегда такая игра. Знаете, человек говорит, ой-ой-ой, побыстрее, можно, вот как бы, ну, не все равно, как только поскорее уйдите, да? Но потом, когда фотография выходит не очень хорошая где-нибудь, то начинается скандал, да? Почему я так выгляжу на картинке? Вот. Поэтому, в общем, настрой на то, что ты делаешь свою работу, но при этом это нужно этому человеку тоже, мне кажется, такая центральная вещь. Ну, а дальше идет весь набор профессиональных каких-то дел, которые в любой профессии так. Ты должен быть подготовлен, ты должен понимать обстоятельства, в которых это будет происходить, ты должен быть готов быть пластичным, да? Потому что, вот как ты говоришь, да, с там, брошь с титом. Конечно, тот момент, когда ты приехал со всем оборудованием, сильно готовился, и друг тебя просто говорит, а не хочу, да? То есть, ты должен очень быстро перестроиться, и эмоционально, да? И иногда бывает, что ты все придумал, а человек вдруг говорит, что, ну, все отлично, только в этом углу я сниматься не буду, да? и как бы, ну, то есть, здесь, конечно, очень много психологии в этом процессе, ну, как в любом, работать с любой моделью, да? Это ли спрашивает, вы психолог, но я так понимаю, что нужно при таких съемках быть хоть чуточку психологом тоже? Ну, во всяком случае, этот вопрос очень сильно нужно для себя как-то подумать и прокачать, да, конечно, я думаю, что любой портретист, он психолог, или он хотя бы должен понимать какие-то процессы, да, и, конечно, тут вообще эта тема про портрет, она очень большая, да? Да, я думаю, что мы сейчас не будем углубляться в тему портрета, вот, я тогда предлагаю дальше уже перейти к следующей теме и эту тему обсудить, опираясь на твой следующий опыт, опыт того, что ты возглавляла службу, фотослужбы РБК. Вот, расскажи, пожалуйста, по поводу того, вообще, как в идеале должна строиться работа с фотографом, вот, и именно с той точки зрения, вот, именно с точки зрения фотографа, на что ему следует обращать внимание при работе с фоторедактором для того, чтобы эта работа была максимально продуктивной, максимально комфортной для каждой из сторон. Ну, смотри, тут как бы такая обоюдная тоже история, фоторедактор должен тратить время на автор, он должен быть не просто принимающей стороной, да, которому сдают съемки, потому что это совершенно непродуктивно, и это непродуктивно в две стороны, и для издания там, ну, или какого-то, какого-то проекта, куда это снимается, и для авторов. Задача фоторедактора тратить время на фотографа, а задача фотографа постараться максимально отложить всю свою чувствительность и прежде всего качество обидчивости в сторону, да, и постараться услышать, что фоторедактор говорит. Естественно, фоторедакторы бывают разные, бывают совершенно разные уровни между тем, там, не знаю, насмотренностью профессионализма у фотографа, да, и принимающей стороны, такое тоже бывает. Это, конечно, сложно и непонятно, как с этим работать, но в идеальном мире, на мой взгляд, работа всегда должна строиться вот на этом диалоге. Много работы на стадии подготовки к съемке, обоюдной со стороны заказчика и со стороны фотографа, заказчиком, я в данном случае как раз называю там фотослужбу, да, и очень много работы постфактум. Это проблема, потому что, ну, мы все знаем, что когда какой-то проект задан, хочется о нем обычно забыть и не делать работу над ошибками. И особенно, когда в ППХ, да, там что-то сдается, очень быстро люди, там, не знаю, отбирают съемку, и часто фотограф остается немного в таком задумчивом впечатлении, да, то есть человек очень вложился в съемку, возможно, у него что-то там не получилось или получилось, неважно. Фоторедактор говорит, так, отлично, хорошо, мы берем вот этот, ты можешь тут вот чуть-чуть почистить, сделать цвет другой, и все, и на этом разговор заканчивается. Вот этого надо избегать с двух сторон. И совет для фотографов, если вы попадаете на такую принимающую сторону, берите на себя как бы инициативу, вы должны вытрясти из фоторедактора обратную связь, потому что иначе вы не поймете, что произошло, вы останетесь только в своей плоскости. Хорошо, если на этой съемке вы что-то сами для себя поняли, что-то решили, ну, то есть для чего-то было нужно, но хорошо бы еще услышать от заказчика какую-то внятность, да, как это сделать лучше, или было ли это хорошо, вот, поэтому ну, главная идея в том, что съемка, она, это не только сама съемка, это все, что происходит до и все, что происходит после. И если как бы работать вот в этих трех блоках плотно, тогда, я предполагаю, фотограф двигается вперед. А если у него нету вот этого блока объяснений, что вышло, что нет, очень сложно дальше что-либо делать. Я думаю, что вот так. А скажи, пожалуйста, вот ты работала с многими фотографами в качестве фоторедактора, у тебя каждому какой-то свой уникальный подход, приемы работы, или есть тоже какой-то усредненный подход, которым ты, как правило, руководствоваешься? слушай, ну, усредненный подход заключается только в том, что я стараюсь никогда не стараюсь жестко не нападать, стараюсь, я не знаю, удается ли мне это, не обижать человека, то есть не ругать без объяснений ошибок, да, но и никогда не хвалю за то, что мне кажется нехорошим, в смысле, скажем так, я не буду нахваливать серединный уровень, да, то есть я скажу, я не буду говорить, что это хорошо, это единственное, что применяется ко всем, но я так стараюсь делать, остальное, конечно, очень зависит от людей, и это тоже большая психология и работа с вот этим, потому что люди разные, ну, мы все знаем, что для одних людей похвала действует как помощь, да, в дальнейшем, а для кого-то наоборот, похвала это такое, а, ну, значит, в следующий раз можно не делать, ну, например, да, очень много таких вещей, и, конечно, это все, это, как бы, работа редактора это всегда какие-то взаимоотношения с автором, да, и не самые простые от них все. Расскажи, какие сейчас у тебя устраиваются взаимоотношения с авторами в рамках твоего нового проекта, это фото-журнал издания Republic, вообще расскажу, что за это такой фото-журнал, насколько я понимаю, там очень необычная схема его, в принципе, функционирования, в чем его особенность, и что там происходит именно в твоем фото-журнале? Ну, да, собственно говоря, площадка Republic, на которой существует фото-журнал, это такая платформа, на которой живут несколько журналов, которые все время прибывают, разные направленности, политика, наука, деньги, и вот в том числе, значит, фото-журнал, которые придумали свою, да, владельцы Republic, придумали свою систему, по которой все материалы находятся за переволом, то есть читатель покупает подписку на год или на месяц, нельзя купить подписку на один материал, и за эти деньги читает все материалы, которые на этой платформе выходят, то есть может посмотреть любой материал из любого журнала вот за эту за эту сумму месячную, и эти деньги прямо спонсируют авторов материалов, если речь идет о текстовом материале, соответственно, деньги получат автор материалов, в нашем случае мы публикуем в основном фотосерии или проекты, деньги уходят авторам, фотографам, деньги начисляются по определенной системе, я не буду сейчас уходить в подробности, но важно сколько раз материал целиком просмотрели, именно не открыли, а дочитали до конца, соответственно, каждое прочтение приравнивается к некому, да, некой цифре рублевой, вот, и человек получает не обсужденный заранее и забронированный гонорар, как это происходит обычно, получает так называемое роялти, да, то есть отчисления с прочтений бессрочно, то есть если в следующем месяце кто-то вдруг увидел ваш материал, значит, вам капают какие-то деньги, вот, это очень интересно попробовать это сделать, хотя уже год я, в общем, этим занимаюсь, нельзя сказать, что я очень довольна тем, что происходит, но мы стараемся, потому что вообще-то это довольно интересная и справедливая история, потому что, ну, собственно говоря, можно увидеть, насколько интересно то, что ты делаешь, конечно, в рамках именно этой аудитории, то есть это не абсолютная объективность, но меж тем, вот, поэтому, собственно говоря, вот, это такое экспериментальное издание, основная проблема сейчас заключается в том, что количество просмотров публикуемых нами фотопроект не приносит достаточного гонорара, да, то есть деньги набираются небольшие, бывают случаи, когда этот сопоставимый гонорар с какой-то неплохой публикацией там в русских изданиях, да, там, ну, не знаю, 10 тысяч рублей, да, но часто это гораздо меньше, вот, и как бы вот над этим моментом мы пытаемся работать и что-то с этим делать. Ну, вы, наверное, как-то с учетом того, какая аудитория как-то фильтруется те темы, которые вы публикуете, то есть вот, что ты берешь в качестве истории для публикации, то есть накладывает ли отпечаток на то, что ты берешь, то, какая аудитория в целом у этого издания? Ты знаешь, когда мне, собственно говоря, предложили делать эту историю, мне сказали, что мы хотим вот некий визуальный журнал, да, а какой он будет придумать сама. Поэтому и не было никаких рамок, за что большое спасибо хозяевам репаблика. Поэтому, когда я думала о том, что за концепцию этого журнала и какая она вообще может быть, моя идея заключалась в том, что у нас нет особенно никаких рамок, что этот журнал, он может рассказывать о чем угодно, да, но он должен говорить на языке фотографии о чем-то, что важно для автора. Поэтому для меня вот как бы точкой входа является то, чтобы я видела, что то, о чем рассказывает автор, было действительно для него важно и интересно. когда тот, кто делает, рассказывает что-то, что его действительно волнует, обычно это выходит хорошо, да, ну, если мы сейчас не берем в сторону техническую там или еще какую-то. Вот, поэтому я не могу сказать, что существуют темы, которые мы не покажем, такого нету. Есть, ну, как бы часть, скажем, фотопроектов, да, которые, очевидно, не будут смотреться хорошо и не будут очень интересны, это, ну, совсем фэшн, да, какие-то истории. То есть, образно говоря, даже очень здорово, красиво снятая модель в лесу в невероятных платьях, да, как бы это круто ни было сделано, это, наверное, не то, что у нас будет смотреть. Любая история с смысловым каким-то содержанием, с поставленной какой-то проблемой или просто хорошая фотоистория, рассказывающая о какой-то реальности или каком-то пространстве, это то, что нам интересно. А есть вот какую-то аналитику вы делали насчет того, что какие истории лучше всего заходили? Ты знаешь, все это очень плавает, от месяца к месяцу все очень по-разному, очень странные бывают открытия, когда ты не предполагаешь, что этот материал посмотрят хорошо, достаточно хорошо, но ты рискуешь, и оказывается, что он замечательно просмотрит. Из всего того, что мы показывали, я могу сказать, что самая просмотровая история была снятая Андреем Люфтом про закулисье шоу «Минута славы». Но тут как бы и тема, как оказалось, видимо, очень кликабельная. Это действительно очень хорошо снятая серия, это действительно очень классно сделанная серия. там классные единочные изображения, все вместе они тоже складываются в некий образ. Поэтому это очень сложно определить, что будет хорошо, что будет плохо, но во всяком случае это та история, которая за год чуть больше существования журнала собрала самое большое количество просмотров. видимо, сказывается все-таки то, что когда есть возможность заглянуть за кулисы, неважно чего-либо, это всегда интересно. Да, возможно, и сама тема очень такая. Ясно. А скажи вообще в целом фотографии, как в изображении, что для тебя важно, на что ты обращаешь внимание, что тебя цепляет? Слушай, ну, разные вещи тебя могут цеплять в разных изображениях. Ну, понимаешь, это очень такие абстрактные понятия, но для меня это ощущение от картинки, что автор в нее вовлечен. Это сложно объяснить, потому что ну, как это объяснить формально. Но ты смотришь на изображение или ты смотришь на серию и ты понимаешь, что внутри нее человек побыл. Я не знаю, он там страдал ее делая, или это что-то для него очень важное, или его вштырило от того, что он увидел, и он это начал снимать. Просто очень часто бывает, что приходят серии какие-то, ну, кто-то предлагает, да, и ты понимаешь, что они страшно формальные или страшно конъюнктурные. Иногда они даже сняты хорошо, но ты им совершенно не веришь. То есть, как бы, ты понимаешь, что человек поразмыслил и решил, а сниму-ка я серию про, да, там, и причем неважно, человек может взять какую-то действительно очень узкую тему, посчитав, что она будет, как бы, не знаю, резонансная, но делает ее таким образом, что ты понимаешь, что, в общем-то, он ничего сам-то про это не думает, да, ну, и картинки такие. Это все очень сложно объяснить на словах, да, потому что мы про изображение говорим и вообще про искусство, вот, но вот для меня какая-то такая внутренняя правда у картинки. Меня вообще последнее время стало мало волновать в качестве изображения, вот я честно скажу, потому что это какая-то категория, которая, похоже, немного уходит со второй план. Тут можно долго рассуждать, почему это так, но... А что бывает по качествам изображения? Ну, понимаешь, просто мы наблюдаем историю, при которой вдруг человек, который как бы непрофессионал и вообще не снимает, берет камеру и вдруг рассказывает очень крутую историю. И рассказывает это как-то по-своему. Возможно, умудренные опытом фотографы из союза фотокудожников раскатают этот проект скалкой немедля, да, и расскажут, что-нибудь про резкость, перспективу, ну, и так далее, и так далее. Как мы видим, это не имеет особенного значения, потому что какие-то серии, своеобразные, снятые, они очень сильно работают на людей. Люди смотрят, люди обсуждают, люди говорят, люди запоминают эти изображения. Вот, поэтому это все очень такая вот сейчас для меня абстрактная категория качества. Для меня важно, про что человек рассказывает и как он это делает. Иногда ты понимаешь, что человек очень здорово попал как бы в формат, да, то есть он нашел, как рассказать про то, что он хочет, да, а иногда бывает, как бы просто взял, снял, ничего не искал, у него как-то это само получилось. Дело в том, что мы сейчас много смотрим, я много смотрю работ людей, которые в наших разных фотошколах учатся, там, у Миши Доможилова, да, или фотодепартамент, или еще где-то, там же очень много людей, которые приходят учиться и первый раз что-то снимают, вот первый раз, и мы уже очень много чего публиковали из этих первых разов, потому что это интересно, потому что может быть не затуманенное какими-то идеями так снимать, что можно только так, или еще что-то, да, люди просто берут камеру и пытаются рассказывать о том, что волнует о своей жизни, там, неважно, это может быть очень частные темы, или какие-то широкие, но ты понимаешь, что в этом есть какая-то изначальная правда того, что человек хочет что-то сделать и это делает, да, да, может быть, можно сидеть и долго обсуждать, что это надо было снять иначе, да, но для меня это не так важно. А нет риска того, что вот такой новый автор снял что-то действительно стоящее, вот как ты говоришь, что-то степило, нет ли риска того, что на этом все его съемки прекратятся и больше он не выдаст ничего стоящего? А, безусловно, конечно, но дело в том, что этот риск он есть и к человеку очень профессионально подготовленному. То, что у тебя может закончиться потенцией что-либо делать или ты не будешь знать, как это сделать, она как бы всем может случиться со всеми. Профессионал может это лучше скрыть, это безусловно. Профессионал тем и отличается, да, что приходя там, не знаю, на съемку, которую он не хочет делать или она ему не нравится, какой-то уровень он выдает, да, это не означает, что он сам для себя знает, что это хорошо, да, то есть он знает, что это его минимум, предположим. Вот, поэтому ничего нам не говорит о том, что вот эти вот классные ребята, которые что-то сейчас очень активно показывают из всех наших разнообразных фотошкол, они снимут что-то дальше, да, нету никакого точного, да, но хочется. Дальше будет все зависеть только от самого этого автора. Ну, я думаю, это будет зависеть от автора, от людей, которые ему будут попадаться на пути, да, от преподавателей, которые могут повести не в ту сторону, да, или как-то немного человека там, наоборот, сдвинуть в правильную сторону. От много, от чего будет зависеть. я просто говорю это к тому, что мне кажется, ну, для меня сейчас интересно искать новых, смотреть на это, думать про это, обсуждать с ними это, а не прицепляться к формальным вещам. Да, очень многие проекты, которые мы смотрим или публикуем, вот про категорию качества, там есть вопросы, да, ну, вот, для меня это вот как-то сейчас, я пытаюсь найти сама для себя ответ, где эта граница проходит, да, между тем, например, что можно публиковать, а что нельзя в категориях качества. Это сложный вопрос. Понятно. Слушай, прежде чем я дальше начну свои вопросы задавать, я хочу сказать зрителям, если вдруг у кого-то есть вопросы к Варваре, то пишите, прочитаем и в конце, я думаю, озвучим. А пока продолжаем дальше. Я уже, в принципе, как-то с тобой об этом говорил, что вот в процессе того, как отсматриваю ленту Everyday Russia и отслеживаем фотографии с нашим хэштегом, то вижу, что есть много классных фотографий и классных авторов, которые находятся по всем регионам России. И сразу же возникает мысль о том, что хорошо бы, чтобы была некая база этих фотографов и чтобы любой фоторедактор, которому, например, нужна съемка в Челябинске, чтобы он не думал о том, что он кого-то пошлет из столицы туда, а чтобы он нашел именно локального, местного автора для реализации этой конкретной задачи. Что ты думаешь по поводу такой базы? Может быть, есть уже что-то такое? Либо, если нет, то имеет ли это право на существование? Это, я думаю, не то, что имеет право на существование, это то, что нам всем дико нужно, и нужно давно, и какие-то попытки совершались, и, безусловно, что-то есть, но как-то оно все не полетело, на мой взгляд. Я думаю, что, возможно, проблема, опять же, в этом же моменте бесконечных споров про то, кто настоящий фотограф, а кто не настоящий, который у нас сильно в России происходит, и таких вот вещей. Мы пользовались в свое время какой-то подобной базой американской, когда нам нужно было снимать в Америке что-то для журнала Forbes, а у нас всегда были недостаточные бюджеты для того, чтобы нанимать каких-то именитых фотографов, да и иногда была задача, то есть это были не обложечные кадры, а какой-то небольшой фичер маленький, не знаю, на разворот, и нужно снять какого-нибудь человека в Улс-Анджелесе, например. Вот, как-то сделать? Думали мы, ну и нашли некую базу, я, честно говоря, даже сейчас не помню, как она называется, где-то есть на нее ссылка, это была просто таблица, в которой были регионы, города, ну там какая-то система, как они были разбиты, и дальше были просто имена, контакты фотографов и приложена их портфолио, ссылка на портфолио, но там не было никакого, как я предполагаю, жесткого отбора, кто имеет право туда войти в эту базу, поэтому ты просто ее открываешь, ну понятно, что просто общий уровень в Америке, если человек говорит, что он фотограф, выше, чем в России, да, но там были очень разноуровневые люди, и у них везде была проставлена цена вопроса, да, то есть ты мог найти, ну если там какой-то там высокого уровня человек, который в бизнесе и прочее, у него было бы написано, что его съемочный день стоит полторы тысячи долларов, например, да, то ты мог найти там человека за 350, да, это мог быть кто угодно, например, это могла быть какая-то девушка, которая сидит дома с ребенком, но начала снимать, и она совершенно отлично снимает портреты при естественном свете, не знаю, там на улице, да, и ты мог увидеть, что вот она в этом городе, ты видишь примерно, как она снимает, ну дальше естественно ты делаешь некую разговор или попытку понять вообще будет ли это хорошо, можешь ли что-то заказать, и ты заказываешь съемку, то есть нам, конечно, очень бы в России такая штука помогла, то есть понимаете, что фоторедакторы знают, кто где находится, да, мы не знаем очень про многих людей, которые могут что-то сделать под конкретную задачу вполне нормально, да, может человек не может снимать там это, да, но если тебе нужна картинка такого жанра, он вполне бы это мог сделать, поэтому, конечно, это мечта, чтобы такая штука появилась, но тут важно, что фотографы должны сами хотеть тоже для этого что-то сделать, да, потому что ожидать, что кто-то, кто это будет делать, да, некий редактор, да, должен сесть и начать эту базу собирать, да, но наши фотографы тоже присылали нормальные портфолио собранные, да, ну, то есть чтобы на это не тратить очень много времени, вот, поэтому если бы такое появилось, это было бы очень круто, опять же, да, с цифрами, сколько это стоит, за сколько минимально или максимально, там, я не знаю, человек пойдет снимать и что он может делать. Мы с тобой говорили про то, что вот глядя как бы на ваши Инстаграмы интересен вопрос того, что там много у вас классных картинок, да, вопрос остается такой, человек, который эту картинку сделал, в состоянии ли он выдавать такого уровня, ну, например, может ли он сделать серию такого уровня, да, там, съемку, или может ли он под задачу снять так классно, одно дело, это какое-то там вдохновение или получилось, да, это картинка, может ли он, ну, пойти под задачу, вот, это, ну, ты все равно это не узнаешь, пока не начнешь с человеком работать, да, или обслуживаться. Как раз на этот вопрос могло бы ответить и хорошее собранное портфолио, ну, отчасти ответить на этот вопрос, ну, и, конечно, уже опыт работы непосредственно. Да, потому что я думаю, что, ну, это двоякая история, с одной стороны, насколько я понимаю, в регионах особенно нет работы для фотографов, а с другой стороны, здесь, ну, там, в Москве или Питере или, ну, какие-то более, там, не знаю, крупные города, в которых есть какие-то СМИ или какие-то заявки, да, нет понимания, кто там это может сделать. Вот, хорошо бы, чтобы это сошлось в одной точке, ну, как бы, вопрос и ответ, есть ли там кто-то, да. Понятно. Вот нам подсказывают название, фотошелтер, это... Да, он тоже хорош, да, 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 да. А, но это не тот, про который ты рассказывал, По-моему, нет, тот был, у меня такое впечатление, что я сейчас стал вспоминать, может быть, это было даже не по всей Америке, а по какому-то побережью или какой-то части. Понял, ну, это мы еще отдельно изучим. Давай плавно еще перейдем уже к таким завершающим вопросам, потому что мы уже почти сейчас с тобой беседуем. В целом, о будущем фотографии, давай не будем в общем фотографии, а больше в контексте, там, документальной фотографии, арт-фотографии. Вот на твой взгляд, каким может быть это будущее с одной стороны и с другой стороны, каким бы ты хотела видеть это будущее? Ну, я бы, конечно, хотела видеть это будущее как невероятно откуда-то из какой-то вот такой трубы вверх поднимаются банкноты и они оплачивают талантливых, жизнь талантливых людей спокойно и радостно. В надежде, что это когда-либо произойдет, никакой. Это то, что бы хотелось, потому что, конечно, это тоска. Я понимаю, что, конечно, все хотят делать что-то интересное, классное и творческое, и чтобы за это платили. Как это сделать? Вечный вопрос. По поводу в целом, ну, мне кажется, что, может, я не права, но по ощущению. Если раньше все больше история была, как существует некий запрос на какую-то съемку, да, неважно, документальный, недокументальный и так далее, и находится кто-то, кто ее может сделать, то сейчас как бы наоборот. То есть автор что-то снимает, что-то делает сам от себя, и это кому-то оказывается нужно, потому что все больше как бы поиск готового контента, при этом все больше на автора, вернее, на фотографа перекладываются какие-то авторские функции. Кто эти герои, да, где их взять, найди их сам, реши, какая структура у материала, реши, сколько этих изображений, в какой стилистике они решены и так далее, и так далее, да, то есть как бы фотограф становится все больше автором, не исполнителем какой-то задачи, да, и, ну, как бы издания раньше, да, искали кого-то, кто снимет, да, там, не знаю, репортаж на тему такую-то, еще под определенным углом, еще в определенной стилистике издания, еще, 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 то есть было очень много вводных данных, в которых фотограф должен был попасть и что-то сделать. сейчас, по-моему, ситуация как бы разворачивается, фотограф становится самоценной совершенно, как бы, единицей, да, создающей некий контент, там, смыслы и так далее. И вот, мне кажется, все идет туда. Как это будет монетизироваться и как это монетизируется сейчас, ну, вот мы за этим наблюдаем, да, очевидно, больше не будет никогда вот этой схемы, которая была раньше, да, что тебе выдают большую пачку денег, а ты снимаешь там, не знаю, для издания что-то, да. мы недавно вспоминали, что когда Forbes начинался, да, у нас там был материал, предположим, на три разворота или даже на два. И вот фотограф с журналистом уезжали на Камчатку на две недели и жили там, создавая, значит, вот этот вот материал, понимаете, две недели. То есть, как бы, этого больше не будет никогда. Это совершенно понятно, что вот этих историй больше не будет. Наверное, будут какие-то новые, когда кто-то будет почему-то финансировать, да, какие-то большие фотоэкспедиции или еще что-то. Но как это все должно работать? И явно не от издания это будет идти. Вот я почему, да. То есть, надеяться на то, что ты найдешь журнал или газету, которая тебе будет объективно оплачивать вот трудозатраты для создания какого-то проекта, по-моему, это уже навсегда ушедшая схема. А скажи, пожалуйста, вот, коль скоро фотограф превращается в автора, который должен решить массу задач, которые не связаны чисто с тем, чтобы снять картинку, готовка, поиск, ну, в общем, в целом, продюсирование этого всего дела, то как вообще есть смысл фотографу концентрироваться на том, чтобы делать это все самому или пробовать искать какие-то варианты для коллаборации с теми людьми, которые могут взять на себя функции там, продюсирования или там, написания текста, ну, любые другие функции, которые связаны с созданием вот такого целостного продукта. Ну, я думаю, это может быть и так, и так, да, кто-то очень здорово из авторов и пишет стейтменты, да, и снимает, есть кто-то, кто, ты видишь, для человека это просто мучение там, писать текст, например, или даже концептуально решать какие-то вещи, кому-то из авторов по-прежнему нужен, ну, классный компаньон фоторедактор, да, это совершенно не означает, что все, вот то, о чем я говорю про авторство, совершенно не означает то, что все немедленно должны научиться идеально писать, идеально отбирать и прочее. Люди разные и по-разному работают, но на каком-то общем уровне, конечно бы, ну, в среднем хотелось бы уметь выражать, да, например, идею своего проекта, да, так, чтобы это можно было читать хотя бы, да, на каком, конечно, сегодняшнем моменте требуется там и определенный уровень там умения, не знаю, сделать свое портфолио сверстать, еще что-то, да, конечно, все больше и больше требуется от фотографа, есть такое, но при этом любые компаньоны в этом, если такая возможность есть, и какую-то схему можно придумать, да, конечно, на классное и, ну, это вообще наш вопрос такой сегодняшнего времени, да, у нас все менее узкоспециализированные специалисты, да, во всем, то есть у нас, как бы, фотограф, на него все время, не только на фотографе, но, в принципе, на любого человека сейчас накладывается очень много требований, да, если ты производишь контент, ты должен уметь его продавать, ты должен уметь его креативить, продюсировать, и все, как бы, все время все это требуется от одного человека, честно скажу, мне эта история не близка, да, потому что, тоже есть люди, которые это делают хорошо, а есть люди, которые очень круто снимают, но не надо их мучить написанием, например, да, стейтмента, вот, но все больше требуется от них, это да. Ну, если требуется, то человек уже может сам дальше решить, либо он готов все взвалить на себя, либо он озаботится тем, чтобы найти того человека, который ему поможет, и с которым он сможет разделить потом полученный успех. Ну, в общем-то, да, да, да. Понятно. Дорогие, таких хочется снова сказать, телезрители, ну, это Инстаграм. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, озвучьте. Я даже вижу, кто, кое-кого я даже узнаю из тех, кто там пишет в нашей... Ты можешь им помахать? Я машу, вот, тавка там, привет, передаю тавке. Кнопочки помахать у тебя нету? Кнопочки нет, я машу лично, передаю привет тавке. Я вижу ее. Кстати, у меня успело сесть солнце за это время, и освещение изменилось. Я не знаю, видит ли меня кто-нибудь, но мне уже не... Ну, пока... Ну, есть, да? Пока еще видим. Да, кто-то еще... А, еще вот Дима Терновой машет, я ему тоже машу, привет. Отлично. Я так понимаю, что к нам присоединились сегодня не только наши постоянные подписчики, но еще и твои гости, за что тебе отдельное спасибо. Не за что, не за что. Вот. Так. Включите в Питере свет, кричат мне. Когда включат свет в Питере? Вы знаете, свет прекрасный в Питере. Последние дни просто были замечательные, замечательный, красивый свет. Ты говорила, что у вас там плюс 17? Ну, это был один день. Вчера и сегодня был снег, так что все нормально, нормальная питерская погода. Ясно. Ну, что ж, тогда мы будем закругляться. Еще раз тебе огромное спасибо, Варя, что ты была с нами. Вам спасибо, что позвали. С удовольствием будем следить друг за другом дальше. И присылайте, пожалуйста, проекты, да, вот с удовольствием посмотрим все, что вы снимаете. На какую почту спрашивают? Почту можем повесить varvara.gmail.com, да, мы можем записать, наверное. Ну, наверное, на сайте Republic тоже есть. На сайте Republic тоже есть, да. Отлично. Ну, либо мы потом сделаем по итогам эфира небольшую заметку, в которую добавим твой адрес. да, да, и вообще, если что, пишите, я не, особенно в Инстаграме не существую, существую в Фейсбуке, я там в Варе Гладкая, можете всегда написать и что не прислать туда. Отлично, будем на связи. И большое спасибо. Продолжение следует...